Терпимость 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 день толерантности отмечается в ноябре ежегодно. И, может быть, я как раз хочу в защиту этого слова толерантности сказать несколько слов. Есть Международная правозащитная организация Объединенных наций. Мы ее очень часто слышим, хотя, может быть, порой даже и не придаем смысла деятельности этой организации. Но, тем не менее, миссия ООН, миротворческая, значит, гуманитарная помощь, миротворческая помощь и так далее, и так далее, и так далее. На самом деле, эта организация как раз вот и создана для того, чтобы проповедовать милосердие, проповедовать участие, проповедовать толерантность по отношению к любому народу, к любой стране, но самое главное, к любому человеку, независимо от его политической принадлежности, независимо от национальности, независимо от возраста, независимо от пола, где он родился, как он живет, о чем он думает, это не важно. Если этот человек, может быть, подвергается дискриминации, может быть, нуждается в помощи и в социально-экономической, понятно, что и в политическом плане, если этот человек испытывает вот не совсем нормальную какую-то ситуацию по отношению другими, миссия-то вот как раз ООН помогать. И поэтому именно вот в 1995 году, в ноябре месяце, высший, так сказать, коллегиальный орган этой организации Генеральной Ассамблеи, было рекомендовано ввести в Международный день толерантности с тем, чтобы в каждом государстве обратили внимание на запрет дискриминации человека по любому принципу. Этой организацией проводится большая работа, и мне кажется, что базовый документ, вот принципов толерантности, как прежде всего основы для того, чтобы права и свободы человека соблюдались, заключены тоже в таком международном пакте, это как всеобщая декларация прав человека. Примечательно, что в этом году мы будем отмечать 65-летие этого документа 10 декабря, и мне кажется, очень символичен, что 12 декабря мы празднуем Российский день Конституции. Ведь сейчас о Конституции заговорили уже с высоких трибун, и, мне кажется, с высоким осмыслением это совершенно правильно. Мы помним, что 20 лет назад Конституция вводилась сложная. Вот тогда-то о терпимости, как бы друг другу, наверное, еще и рано было говорить. Менялись устои, менялись политические взгляды, менялись границы территории, к которым мы привыкли. И тем не менее, после вот всенародного такого обсуждения, основной закон был принят. И мы сейчас уже ставим о том, чтобы этот закон как можно дольше без изменений был в Российской Федерации. Почему? Да потому что именно там верховенство закона и верховенства права, принцип толерантности прописан практически в каждой статье. Вопрос. Как проявляется толерантность? Конечно, мы обращаемся к так называемой системе полномоченных участковых, но и их возможности очень-очень ограничены. Потому что, как объяснить, например, взрослым родителям, что когда-то надо было молодостью уделить внимание воспитанию детей, чтобы их пример взрослого отношения к ребенку потом транслировался в обратном направлении. Время упущено, к сожалению, и так сложились обстоятельства, что с этим людям приходится доживать. Есть, например, обращения по поводу того, что вот соблюдение норм жилищного права в наших больших подъездах, или, наоборот, в двухэтажных домах, там, где люди и не платят деньги за уборку вот этих подъездов, и жители убирают сами. Я знаю вот адреса домов, в которых, если живет пожилой человек, более молодые люди, они освобождают этого пожилого человека от уборки общего коридора. А где-то есть наоборот, где-то вот люди, которые всегда привыкли, и они, я совершенно убеждена, что они не знали слова толерантности, они просто привыкли жить в чистоте и строго, свято соблюдали всю жизнь график уборки вот этой общей территории. И посмотрите, почему трудно, собственно говоря, у нас в ТСЖ это формируется, и вот эта общая ответственность за общий подъезд, за общую территорию и так далее, и так далее. На каком-то этапе, просто в нашей, я так считаю, идеологии даже произошло, чувство коллективизма и локтя, в общем-то, оценивалось отрицательно, потому что резко были поставлены личностные какие-то значимые достижения. Это тоже правильно, потому что в стране должны знать своих героев, и должны быть личности, на которой нужно проводить, скажем, воспитательную работу и молодежную политику. Это совершенно правильно. Но при этом, при этом, все-таки проявление участия, это настолько важно в любом возрасте. Всего лишь, может быть, задать вопрос, а почему сегодня такое настроение, а чем помочь? Безусловно, вот какую-то такую сердечность, которой всегда отличался русский народ, нам нужно сохранить, я не говорю, что мы его потеряли, нам нужно сохранить, и надо его поднять, может быть, на более высокий качественный уровень. Вот я убеждена, что если деятельность любого сотрудника исполнительной власти, главы будут оценивать по минимуму обращений, связанных с нарушением прав человека, обращений, связанных с межнациональными конфликтами, как можно меньше обращений инвалидов, как можно меньше обращений людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, связанных как раз с нарушением их прав, прав, тогда вот у них, скажем, оплата труда должна, конечно же, повышаться, потому что вряд ли можно, я так думаю, вот оценивать положительно орган любой власти, и законодательной власти, и исполнительной власти, если мы будем только браво отчитываться о принятых законах, но не прослеживать их реализацию в пользу людей. Если мы будем опять исполнять эти законы, но отчитываться только цифрами, а не конкретными результатами вот того спокойного общества, вот той обстановки в стране, в которой хотелось бы жить, которую мы любим, которой мы гордимся, нам вот понадобится более длительный период. А ведь на сегодняшний день наша Российская Федерация и наш народ, это действительно страна демократическая, страна, в которой серьезнейшее внимание уделяется развитию общественных организаций, общественных институтов, к которым относится и институт, вот, уполномочен по правам человека. Вопрос. Как можно воспитывать толерантность? Без доброты, без терпимости мы зайдем вообще в такое общество, что будем приводить примеры, когда, извините, в животном мире не бросают ни детей, ни слабого помогают друг другу, а мы-то ведь все-таки гумосописи. Поэтому я думаю, что чем больше вот таких вот праздников, которых нельзя называть там красными датами, но праздников, которые призывают к размышлению, причем к нестандартному размышлению, вот без каких-то таких вот исторических событий, чтобы праздновать, да, ну, как вот мы праздновали день Октябрьской революции, допустим, даже, ну, или 4 ноября, замечательный вот этот день, который мы не привыкли, который мы и осуждаем, там ведь высокий процент осуждений этого дня, это, кстати, тоже говорит о том, что не совсем-то мы и историей России занимаемся, и как раз нужно показать, что единственный был тоже подвиг, а конкретно был людей, которые смутут, это прервать с тем, чтобы сохранить Россию. Я думаю, на все это время придет, обязательно придет. Главное, чтобы у нас у всех появилось время об этом думать, об этом читать, над этой темой объединяться. Кто пожил, да не сделался снисходительным к другим, тот сам не заслуживает снисхождения. А кто может сказать, что он в снисхождении не нуждается? Иван Тургенев. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ